Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Я продолжаю снимать цикл видео лекций, которые снимаю уже много лет на тему неврозов, панических атак, гетососудистой дистонии, навязчивости и прочих проблем, с которыми сталкивается современный житель мегаполисов и небольших городов. Если посмотреть на статистику, то с каждым годом большее количество людей начинают понимать, что с ними происходит. Но сегодня я бы хотел рассказать вам об очень важных аспектах ошибок, которые делаете вы и которые приводят вас к неэффективной жизни. Начать я бы хотел с того, что я хочу рассказать вам правду о том, что такое неврозы и что такое панические атаки и гетососудистой дистонии. Многие зрители канала Невроза Мегаполиса уже знают о том, о чем я хочу сейчас поговорить с вами. Но я также знаю и убежден в том, что огромное количество людей до сих пор считают, что их основная проблема это паническая атака, гетососудистая дистония. И они убеждены в том, что им нужно искать лекарства от панических атак и от гетососудистой дистонии. Я буду к тебе обращаться на «ты». Несмотря на то, что я не знаю, сколько тебе лет, я не знаю, где ты живешь, мне так проще. Ты можешь ко мне обращаться на «ты» и я. Было бы неплохо. Проблема заключается в том, что ты считаешь, что у тебя есть какой-то приступ или болезнь, и некие необъяснимые мучительные приступы настигают тебя то дома, то на улице, то в институте. И тебе кажется, что каждый приступ может быть последним. Тебе кажется, что это вот-вот смерть, или вот-вот организм выдаст какую-то новинку, и ты либо описываешься, а какаешься, упадешь в обморок, но лучше умрешь. Инсульт, инфаркт, задохнешься, забудешь, как дышать, или просто потеряешь сознание, или сойдешь с ума, потеряешь над собой контроль. Вот такие мысли приходят тебе в голову. Правда заключается в том, что ты не понимаешь не то чтобы секретов, а основной идеи. И я в этом видео постараюсь тебе рассказать всю правду о панических атаках, о вегетососудистой дистонии и о неврозах. Сегодня существует большой спрос на паническую атаку и вегетососудистой дистонии. Почему? Потому что люди не понимают. И задача вашего покорного услуги и канала Невроза Мегаполиса с 2009 года всегда заключалась в том, чтобы рассказывать вам о том, что с вами происходит. Поэтому этот ролик я посвящаю тем, кто только-только столкнулся с панической атакой и понял, что с ним, он наконец-то дошел из врачебного лабиринта, где обследовали неврологи, кардиологи, гастроэнтерологи, говорили странные вещи. В целом вы здоровы, у вас ВСД. И вот долгими путями ты нашел наконец-то слово паническая атака и вегетососудистой дистонии. Либо ты нашел слово психотерапия, психолог и не можешь понять, при чем здесь психолог, психотерапия и какие-то мучительные приступы. Потому что эти мучительные приступы ограничивают твою жизнь. И ты считаешь, что главная твоя проблема в жизни – это эти мучительные приступы. Потому что ты их боишься и начинаешь избегать определенных мест, где они могут начаться. Ты начинаешь не ходить на работу, не ходить один по улицам, избегать каких-то людных мест или избегать вообще самостоятельного передвижения. И тогда ты узнаешь, что это называется агорафобия. Может быть тебе преследуют мысли о том, что ты кого-то убьешь, станешь маньяком, убийцей, сойдешь с ума. И тебе преследуют эти мысли, как тебе кажется, о том, что вот-вот что-то случится, и ты сойдешь с ума или причинишь какой-то вред. И это уже обсессивно-компульсивный невроз. Вот ты уже знаешь о том, что с тобой происходит. Итак, давайте начнем на чистоту. Я представляю вашему вниманию абсолютную правду и откровение практикующего психотерапевта, которым я являюсь, когнитивно-поведенческой психотерапией. Итак, первое, что тебе нужно знать о панической атаке. Паническая атака – это не болезнь и это не приступ, который настигает тебя вне зависимости от твоего состояния, поведения и мышления, самое главное. Паническая атака – это острый испуг. Это испуг незнания. Поэтому все методики, которые ты будешь находить или знаешь, они основаны на абсолютном понимании того, что у тебя есть вегетативное напряжение и о том, что такое вегетативное напряжение. Об этом всем ты уже наверняка читал и знаешь. Поэтому первое, что делает квалифицированный специалист, это объясняет, что вегетативная нервная система – это педали газа тормоза, которая иннервирует и регулирует органы и системы в твоем организме. Сердце быстрее стучит, медленнее. Дыхание глубокое или поверхностное. Сосуды в одном тонусе или в другом. Все это абсолютно естественные физиологические процессы. Пот, холод, озноб, жар. Все эти процессы необходимы нам для регуляции жизнедеятельности. В момент опасности и стресса твоя вегетативная система, естественно, мобилизируется. Давай это начинать связывать. Что заставляет мобилизировать вегетативную систему? Об этом чуть попозже. Вспомни, с чего начинались твои вегетативные приступы, которые потом ты назвал панической атакой и стал избегать их и бояться, что они приведут тебя к смерти или к какому-то мучительному приступу, который ты вот-вот не выдержишь, и он каждый станет последним. Все начинается с неких странных ощущений в теле, которым ты придаешь мистическое значение, считая, что это приступ, считая, что это вот-вот неминуемая гибель. И тебе кажется, что вот-вот это случится, и ты пугаешься этих странных ощущений, считая, что это надвигающийся приступ. И вот так ты создаешь свою панику. Проще говоря, правда о панической атаке заключается в том, что это не приступ, а это неправильная интерпретация наличия вегетативного напряжения, а более детально – это интерпретация смерти или позора. Потому что если ты будешь внимательным, когда у тебя возникает вегетативное напряжение, ты начинаешь его оценивать. Ты говоришь, ой, кажется что-то как-то не то. Сейчас как начнется, и я как умру, как сосуды лопнут, как я задохнусь, как меня поволокут по асфальту, как я описываюсь, как я буду выглядеть и так далее. Понимаешь? Вспомнил? То есть ты начинаешь сам себя пугать наличием этих вегетативных симптомов, приписывая это к приступу телесному. Но на самом деле правда заключается в том, что вот сначала у тебя возникает вегетативное напряжение, затем ты его оцениваешь катастрофично, затем эта оценка трансформируется в инстинкт самосохранения, а инстинкт самосохранения всегда завязан на выбросе адреналина твоими надпочечниками, для того чтобы ты гораздо быстрее мобилизировался, если есть от чего спасаться. Как ты думаешь, от чего есть спасаться? Спасаться на самом деле есть от собственных мыслей. Ты думаешь о вегетативном напряжении как угроза. И твой мозг говорит, слушаюсь и повинуюсь, если есть угроза, я выброшу адреналин и мы с тобой побежим. У адреналина есть две главные функции. Нападать или убегать. Там еще есть функция замри. Давайте остановимся хорошо на трех, окей. Итак, нападай, замирай или убегай. Поэтому в основном люди, у которых есть паническая атака, они стремятся побежать, либо замереть. Нападать практически никогда. Это в животном мире осталось. Вот поэтому выбросшиеся, выбросанные, мне это напомнил прогноз погоды, да? В общем, адреналин, который выбрасывается, заставляет тебя либо бежать, сломя голову и забригадироваться домой со словами, я успел от этого приступа, либо замереть и принимать и ждать смерти. Давай подведем маленький короткий итог. У тебя сначала возникает вегетативное напряжение. Как у любого человека на экзамене, во время первых вождений автомобиля, во время свидания с девушкой, прыжка с парашютом, угрозы для здоровья, нападение или драка. У тебя потери ладошки и ты напрягался. Это и есть вегетативная система. Но там ты мог объяснить причину напряжения, причину потения ладошек, тахикардии и опущего адреналина. Ты говоришь, ой, так адреналин, я такой возбужденный. Но ты не трактовал это как приступ необъяснимый. Поэтому, когда у тебя возникает вегетативное напряжение и якобы без повода, ты говоришь, это инсульт, это инфаркт, это астма, это отек или это что-то странное с сосудами. И вот-вот со мной случится. То есть, ты сам себя пугаешь и доводишь себя до паники. Поэтому правда о панической атаке номер один заключается в том, единственная тактическая задача, чтобы перестать испытывать панику, это давать себе рациональный ответ на вегетативное напряжение. Что да, действительно, у меня есть вегетативное напряжение, но это не смерть, это дискомфорт, это не позор, это не прелюдия к какому-то приступу и к каким-то похоронам меня. Это всего лишь навсего вегетативный дискомфорт, который создан моей вегетативной системой. Почему? Я сейчас, конечно, тебе отвечу. Итак, ты понял первую задачу? Тебе необходимо практиковать, что вегетативное напряжение, которое будет тебя сопровождать некоторое время твоей жизни, является естественным, здоровым состоянием. Многие сейчас скажут, какой бред говорит этот странный парень, как это естественность и закономерное. А ты сейчас поймешь почему. А вот если ты испугаешься вегетативного напряжения и подумаешь, что это смерть и приступ инсульта, шми, астмы, – вот тогда ты создаешь образ смерти и ты испугаешься. И либо замрешь, либо побежишь. И это и есть паническая атака. Поэтому паническая атака – это не неконтролируемые приступы, это абсолютно управляемый процесс. Запомни, пожалуйста, раз и навсегда. Паническая атака создается твоим испугом, а конкретней – твоей лично интерпретацией вегетативного дискомфорта. Если ты научишься говорить себе, у меня сейчас вегетативный дискомфорт, это неприятно, но это преодолимо, терпимо, и ничем мне это не грозит, вот если ты так сделаешь, дискомфорт будет, он очень быстро закончится, но никакой паники пиковой, где ты побежишь сломя голову вызывать скорую, не будет. И разве тебя исцелили? Вот все, что я тебе сейчас рассказал – это все, что надо понимать об этом. Практические приемы заключаются в следующем. Они очень простые. Ты правильно говоришь о том самому себе, что это вегетативные приступы, это не смерть, это лишь дискомфорт. И второе – ты не избегаешь этого вегетативного дискомфорта, потому что ты думаешь, надо делать так, чтобы он даже не начинался, этот вегетативный дискомфорт. И малейшее начало вегетативного дискомфорта трактуешь как прелюдию к смерти. Твоя задача с сегодняшнего дня – искать этот вегетативный дискомфорт. И говорить – ну чего? Ну да, вегетативно нехорошо, но терпимо. Терпимо, преодолимо, некомфортно, неприятно, противно, но не смертельно. И вот если ты перестанешь избегать и драматизировать вегетативный дискомфорт, я тебе гарантирую, что его станет на половину как минимум меньше. И панических атак не будет. Если ты к этой технике прибавишь системное поведение, под названием системно посещать те места, где раньше ты боялся, ты забудешь о том, что такое горофобия. Вот и все. Я подведу итог. Первое. Вегетативное напряжение – это не прелюдия к приступу, и не приступ органический. Это эмоциональное вегетативное состояние. Откуда оно? Сейчас расскажу, потерпи. Итак, вегетативное напряжение здорово и естественно. Второе. Вегетативное напряжение не несет тебе ни смерти, ни позора, ни никаких неконтролируемых процессов в твоем организме. Третье. Да, действительно, вегетативное напряжение дискомфортно, но оно терпимо и преодолимо. Четвертое. Никогда не считай вегетативное напряжение прелюдией к смерти, иначе ты запаникуешь. Пятое. Ответ самому себе, когда у тебя начнется вегетативное напряжение, должен быть очень простым. Это вегетатика, это мои эмоции, это не смерть, не опасно, просто неприятно. Я пойду сейчас дальше, и нет в этом ничего смертельного и угрожающего. Шестое. Если ты избегал метро или улицы, тебе необходимо каждый день ходить в это метро и на эту улицу частями, этапами, столкнуться с этим вегетативным состоянием и прожить его. Просто пронаблюдать за тем, что это всего лишь навсего страх и вегетативное напряжение. Оно дискомфортно, но оно преодолимо. И ты удивишься, если ты последуешь всем моим рекомендациям, что ты очень быстро справишься с самим приступом паники, и ты избавишься от агорофобии. Вот здесь, в принципе, можно ставить точку. И многие специалисты здесь точку и ставят. Многие сейчас думают, а почему он все это рассказывает? Объясню. Все это я тебе рассказываю потому, что паническая атака и ВСД – это 10% от твоей проблемы. Потому что сама по себе паника – это неверная интерпретация, как ты уже понял, вегетативного напряжения. Агорофобия – это системное избегание мест, где ты неправильно интерпретировал. Ты думал, что у тебя на улице возникают какие-то приступы неконтролируемые, а теперь ты знаешь, что ты сам катастрофично оцениваешь наличие вегетативного напряжения, как приступ, который тебе чем-то грозит, и ты говоришь, только бы его не было. Пойми это, умей это проживать, и не считая, что это смерть, и что это чем-то грозит, посещая системные эти места, и ты с этим справишься, и не будет у тебя ни паники, ни агорофобии. А теперь правда. Почему я снимаю этот ролик? Я снимаю этот ролик потому, что 25 и 26 апреля прошли мои очные семинары в Москве. И в мае будут еще очные семинары. Я провожу полторы тысячи скайп-консультаций в год, только скайп. И я несколько лет рассказываю одно и то же. И сегодня, 1 мая, я хочу рассказать правду. Правда заключается в том, что когда вам обещают, что ваша жизнь будет счастливой, без панической атаки и без агорофобии, это обман. Это неправда. Никакого счастья у вас без панической атаки не будет. Потому что паническая атака – это всего лишь неправильная интерпретация вашего вегетативного напряжения. Агорофобия – это избегание мест, где у вас была неправильная интерпретация. И если вы научитесь это понимать, а это сделать очень просто, воспользуясь даже этими рекомендациями, у вас никакого счастья и здоровья не будет. Потому что вегетососудистая или самотоформная вегетативная дисфункция – это системная проблема. 5 часов. Спасибо. И системная проблема чего? Системная проблема ваших эмоций. У тебя есть определенный характер, есть определенная способность и характерная черта, как ты интерпретируешь определенные жизненные обстоятельства. Все это вызывает у тебя эмоции. Ты проживаешь определенные ситуации. Вспомни, когда все это началось. Как ты смотришь на себя, на мир, на окружающих? Что происходило, когда у тебя начинались паники? Что у тебя было на работе, в семье, с близкими, с учебой, с работой, с деньгами? Если ты будешь внимательным и уберешь за скобки наличие паники и вегетатики, о которых ты стал очень сильно переживать, ты увидишь, что ты достаточно драматично и сложно относился к определенным жизненным ситуациям. Вот именно это отношение и является сложностью. Потому что, помнишь, с чего я начал этот ролик? У тебя сначала вегетативное напряжение, потом у тебя оценка этого вегетативного напряжения как неминуемый приступ смерти и катастрофы, затем у тебя испуг, затем у тебя адреналин и паника. Помнишь эту цепочку? Вот если ты начнешь понимать это и тебя избавят от панических атак, то правда заключается в том, что тебе просто объяснят, что тебе бояться нечего и что ты начнешь передвигаться. Но всего лишь навсего это первый шаг на пути к твоей терапии. Потому что правда заключается в том, что вегетативного напряжения у тебя меньше не станет. У тебя на первое время станет хорошее облегчение, потому что ты больше не создаешь панику и ходишь, и ты подумал, что ты выздоровел, но на самом деле ты ничем никогда не болел. Ты просто не знал. А вегетативное напряжение твое – это эмоции. И пока ты не изменишь отношение к жизни, к себе, к окружающим, к определенным обстоятельствам, ты никогда существенно не продвинешься в твоей терапии. Я тебе скажу больше. Если у тебя начались когда-то панические атаки, и ты просто научился их не создавать, я тебе даю стопроцентную гарантию, что у тебя как было, так и сохранится вегетативное напряжение, даже если ты его не боишься. Ты как был во многом неэффективен в жизни, так и будешь неэффективен. Ты как перегружал себя работой, так и будешь перегружать. И будешь отдыхать от госпитализации до госпитализации. У тебя как были вегетативные боли и напряжения, так и будут. Даже без паники и даже без агорофобии. Потому что нет никакой счастливой жизни без панической атаки. Без панической атаки только начинается ваша работа над собой. И не просто над отсутствием испуга, а большая работа над собой под названием управление эмоциями. Потому что если ты научишься управлять своими эмоциями через рациональное и гибкое отношение к определенным обстоятельствам, которым ты сталкиваешься в жизни, тогда у тебя не будет таких гипертрофированных эмоций, которые приведут тебя к такому же вегетативному гипертрофированному состоянию. Вот и все. И теперь следующая правда. Научиться осознавать то, как ты создаешь гипертрофированную эмоцию, первый шаг, потребует от тебя и от меня, в частности, больших усилий над собой и методологии. И второй шаг. Научиться исправлять то, что ты делал всегда, а именно неправильно смотрел на определенные обстоятельства твоей жизни. Итак, я подытожу вторую часть. Первый шаг твоей терапии заключается в том, чтобы понять, что вегетатика не опасна, научиться ее проживать. Но без панической атаки счастливой жизни нету. Это неправда. Это слоган для людей, которые купятся на это. Потому что люди убеждены, что без панической атаки они будут счастливы. Они заболели ВСД и ПА, и если их избавят от ПА и ВСД, они будут счастливы. Это обман. И либо этот обман специальный, либо человек, который обещает вам счастье без панических атак, либо он сам на этот обман идет, либо он сам не понимает, что без панических атак счастья нет. Я честно могу сказать, я знаю многих людей, которые считали когда-то, что без панических атак они будут счастливы. Честно совсем сказать, я знаю сотни таких людей, даже психотерапевтов. И они потом в приватном разговоре или в групповом консультировании говорят, панических атак нет, и вегетативное напряжение не вызывает такого страха, но я по-прежнему вегетативно напряжена. Я по-прежнему на работе очень эмоционально, я по-прежнему дома очень эмоционально, я по-прежнему не могу найти общий язык с коллективом, мне по-прежнему страшно в социуме выступать публично и так далее. Поэтому правда заключается в том, что никакого счастья без панической атаки у вас не будет. А теперь третья часть этого видео. Невроз, паническая атака и личностный успех в жизни очень тесно связаны. Сейчас я покажу тебе как. Помнишь мою схему, которую я тебе сейчас показал? Вегетативное напряжение, неправильные его интерпретации как смерть или позор, испуг этой интерпретации, паника. Вот это первая схема. Более глубокая и правильная схема твоей жизненной неэффективности, той задницы, в которой ты находишься, заключается в следующем. Я напомню, ты считаешь, что задница это из-за ПА и из-за ВСД и ты говоришь примерно следующее. Вот подумай, вспомни, ты же примерно так и говоришь. Ты говоришь примерно так, Алексей Юрьевич, избавьте меня от ПА и ВСД и я буду эффективный и счастливый. Хренас 2. Я тебе даю стопроцентную гарантию, что без панических атак и правильной интерпретации вегетативного напряжения ни о какой личной эффективности и счастье нет. И ты через 2-3 месяца вернешься ко мне со словами, я не могу работать, я не могу с этими людьми, мне по-прежнему кровь в разных обстоятельствах, я, конечно, не боюсь, но мне плохо. Почему? Теперь смотри. Нерациональное мышление, нерациональная интерпретация себя, окружающих и мира дает тебе нерациональную, слишком яркую эмоцию. А теперь один секрет тебе расскажу. Я об этом никогда не говорил публично. Только в своих семинарах, только в своих работах со своими клиентами. Когда у тебя слишком сильная эмоция, такая как страх, вина, стыд, гнев, злость, ревность и прочие эмоции, правда заключается в том, что ты перестаешь думать. Ты перестаешь иметь способность думать рационально, взвешенно, обдуманно. И из-за этого ты принимаешь такие же нерациональные решения. Ты ведешь себя необъективно. И от этого твои поступки не приводят тебя к успеху. Я еще раз подытожу. Твое нерациональное мышление создает гипертрофированные яркие эмоции. В момент ярких эмоций ты не можешь делать и взвешивать объективно, рационально и правильно. И ты делаешь глупости или затягиваешь, не принимаешь решения, откладываешь, либо наоборот эмоционально делаешь какую-нибудь хрень и в итоге ты получаешь ту задницу, которую получаешь. Поэтому настоящая психотерапия это не панические атаки и ВСД. Это работа над мышлением человека для того, чтобы он в жизни в целом был гораздо более эффективен во всех сферах жизни. У нас в нашей науке психотерапия называется генерализация изменений во все сферы жизни. И без этой генерализации изменений путем изменений объективности мышления, изменений эмоциональной сферы и поведенческой ни о каком счастье речи не идет. Поэтому если вы увидите, что вам обещают паническую атаку, счастливую жизнь без этих симптомов, это заведомо неправда. Потому что без панической атаки ни о каком счастье речи не идет. Речь идет только о короткосрочном понимании и отсутствии пиков паники. Но в целом жизнь человека не изменится. Она изменится на 10%. Это все. Я надеюсь, ты меня услышал. Что делать? Ты сейчас сидишь и видишь, и как быть? Быть следующим образом. Первое. Тебе необходимо, если у тебя есть панические атаки и ты считаешь, что проблема в ПА и ВСД, понять. первую часть ролика. И не катастрофизировать свое вегетативное напряжение. И начинать заниматься не над паническими атаками, не над своим ВСД, а над своим мышлением и эмоциональной сферой. А это работа профессиональной психотерапии. Рекомендую тебе когнитивно-поведенческую психотерапию. В принципе, это все, что я хотел сказать. Поэтому я искренне тебе желаю, чтобы ты понял, что главный твой ресурс – это твоя эффективность, это твое время и твоя энергия. Твои неправильные взгляды на себя, на людей и на мир приводят тебя к большому эмоциональному состоянию. А в этом эмоциональном состоянии ты тратишь огромное количество энергии на абсолютно бесполезные вещи. Глубже тебе расскажу. Твои панические атаки начались в тот период жизни, когда ты столкнулся с обстоятельствами реальности в реальности. С такими, которые ты не мог принять. Ты не мог принять либо себя в каких-то обстоятельствах, либо обстоятельства не мог принять. И моя задача – научить тебя смотреть на себя и на обстоятельства менее самопоражающие, чтобы твои эмоции были взвешены, чтобы твои мысли и поступки были взвешены, стратегически продуманы, чтобы ты не испытывал нелепых страхов и нелепых дискомфортов. Чтобы ты принимал решения, а не откладывал эти решения – а вдруг я сделаю не так? А вдруг я буду плохим мальчиком перед папой? А что скажет папа? А что скажет мама? А если я расстрою? А если люди что-то подумают? А если мне не получится? Нет, они должны меня понять. Нет, это несправедливо. Вот это все приводит тебя к той проблеме, из-за которой ты сейчас сидишь перед экраном телевизора. И последнее. Нет никакой счастливой жизни без панических атак. Счастливая жизнь будет только тогда, когда ты научишься управлять своим мировоззрением на обстоятельства и на себя. Я надеюсь, ты услышал меня и начнешь практиковать самое главное знание – лечи не панические атаки ВСД. Занимайся своим характером и взглядом на мир в целом, а не паникой. Удачи! 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 Удачи!